Теона Рэй 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 ушей глухой голос. Я едва его слышала, как сквозь толщу воды. «Я заберу Грегори к себе, а ты ложись давай, завтра последний выходной». Последний выходной. Единственный за последние два месяца, если быть точнее. Да, мне послезавтра на работу к восьми утра, а все происходящее сейчас сон, просто сон. Говорила мне мама сменить профессию, но разве я могла? Убитая мною чудовище заворочилась, поднялась на постели, и с зубастой морды спала одеяло. Сил на то, чтобы повторить подвиг, у меня уже не было, так что я просто тихонько заскулила. Один из мужчин подскочил к скелету, ласково приобнял его за то место, где должна быть талия, и увел из комнаты. Второй незнакомец остался, чтобы помочь мне забраться в постель. Я вцепилась в руки мужика мертвой хваткой, заглянула в стального цвета глаза и чуть не плача спросила. Что это за хтонь? Прости. Мужчина был явно удивлен, даже замер на мгновение. А вы кто? Что вы все здесь делаете? Что я здесь делаю? Так, ясно. Вчерашняя дает о себе знать. Давай-ка ты приляжешь, отдохнешь, и все пройдет, хорошо? Да объясните же мне. Я точно не сплю, но и в резкое сумасшествие не поверю. Это розыгрыш, да? Кто вас нанял? Вопросы сыпались из моего рта со скоростью 200 слов в минуту. Глаза мужчины становились все больше, а я паниковала все сильнее. Незнакомая комната, явно в каком-то очень старинном доме, судя по интерьеру. Люди, которых вижу впервые в жизни. И... Аниматор. Если это актер, то я едва не стала настоящей убийцей. С такой силой хлестала его по голове. Мамочки... Варли, эй, спокойно. Только не плачь, ладно? Тебе просто приснился кошмар. А знаешь, я сделаю чай. Посидим с тобой, а потом спать. Договорились? Незнакомца словно ветром сдула. А я забралась на постель и сжалась в комочек. Сердце ухало в груди так громко, что заглушало шум ветра за окном. Руки бились мелкой дрожью. И, клянусь, я чувствовала, как шевелятся волосы на моей голове. Такие реалистичные кошмары мне еще никогда не снились. Когда-то будильник прозвенит. А вот и я. Мужчина появился в дверном проеме с подносом в руках. Поставил на прикроватную тумбочку чайник, две чашки и налил в них горячий, исходящий паром напиток. Ромашка, мята и немного лаванды. Знаю, лаванду ты не очень любишь, но она поможет тебе успокоиться. Кто вы такой? Спустя полчашки чая, мой голос стал звучать ровно, и дрожь прошла. Мужчина глянул на меня сочувствующе. Милая девочка, говорил я, рано тебе еще на такие задания ходить. Вы меня не слышите? Кто вы такой? Сеймон. А второй Донни. А это, как ты выразилась, Хтонь? Грегори. И тебе стоит его побаиваться в ближайшие пару дней. Я хлопала глазами, крепко сжимала чашку в руках и мотала головой, в надежде, что хоть так галлюцинации развеются. Не стоит так делать. Кажется, ты ударилась сильнее, чем мы думали. Сеймон осторожно обхватил мою голову руками. Вот так, спокойно. Ударилась? О чем вы? Не помнишь? Вчерашней ночью ты вызвалась заменить Майю. Уверяла, что готова. Я предупреждал, что дело опасно, и ты можешь пострадать. Так и вышло. Мы нашли тебя у склепа с окровавленным лицом. Судя по ранам на виске, ты ударилась, упав на камень. Я вчерашней ночью спала в своей постели и уж точно не разгуливала по кладбищу. Прошипела, глотнула еще чаю и на миг зажмурилась. И прекратите называть меня Варрели. Мое имя Валерия. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Но спустя несколько минут Сеймон шумно втянул носом в воздух и смачно выругался. От удивления я даже подпрыгнула. Пресвятой создатель, да быть такого не может. Простите. Будь тут. Я сейчас вернусь. Сеймон умчался, а вернулся уже с Донни, и они привели с собой сонного старичка с растрепанными волосами, которые делали его похожим на одуванчика. Так это правда? Старик шустро притащил стул к кровати, сел на него, а на нос водрузил очки. Обращался он словно сам к себе, но смотрел почему-то на меня. Валерия, да? Так-так-так. Любопытный экземпляр, скажу я. Тело-то прежнее, и нисколько не покоться на обменом. Даже вон, рана на виске затянулась. Одуванчик бесцеремонно вертел мою голову из стороны в сторону. Пытался разглядеть что-то в моих глазах. Потом рылся в чемоданчике и все приговаривал. Чудно. Удивительно. Безумно. А мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Сеймон и Донни переглянулись, но на меня они оба смотрели уже совсем другими взглядами. Не так дружелюбно, как до этого. А так, словно впервые видят. Из коридора раздался уже знакомый вой, и я невольно вздрогнула. Варе, Валерия. Донни цокнул языком. Сеймон, давай ты. Ты все-таки померла. Удар в висок был смертельным. Да, я же говорил. Старик воздел палец к потолку. Земля тебе пухом. Пожал плечами Донни. Я даже спрашивать ничего не стала. Только прищурилась так, чтобы все поняли. Мне ничего не понятно. Одуванчик захлопнул чемодан, так ничего из него и не вытащив. С сочувствием глянул на меня и поудобнее устроился на стуле. Это будет занимательная беседа. Вздохнул он. Да начните уже! Не выдержала я. С чего бы. В общих чертах ты, Валерия.